Ну а теперь к первой важной теме выпуска. На реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Хабаровского края направят более 1 миллиарда 870 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Почти 1 миллиард 125 миллионов рублей. Накануне из федерального бюджета было выделено 2 миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Согласно распоряжению, до 4 июня Минэкономразвития необходимо заключить соглашение с регионами, в которых малый и средний бизнесный и более пострадал в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. После этого им будут направлены бюджетные ассигнования. Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что помощь предпринимателям понадобится в июне-июле, и мер поддержки принятых государством вполне достаточно, чтобы удержать предприятие на плаву. Глава фонда «Сколково» уверен, что нынешний кризис изменит модели поведения людей, и экономика станет менее конкурентной. Производства будут локализоваться в рамках отдельных национальных границ, а цепочки поставок будут разрываться. В то же время некоторые бизнесмены считают, что поддержка со стороны государства недостаточно эффективна. Президент Fortune Capital Владислав Немировский считает, что меры господдержки бизнес на себе просто не чувствует. «Нынешний кризис уникален тем, что он всеобъемлющий и бьет сразу по всем отраслям экономики. Нет сейчас особо пострадавших отраслей. Это миф. Пострадала вся страна. Того, что делается, недостаточно. Видимо, государство просто не может помочь всем. Это сейчас очевидно», — заявил он. Какую помощь будут оказывать предприятиям в Хабаровском крае, узнаем у гостя. В студии Максим Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства. Доброе утро. Максим Анатольевич, доброе утро. Вот у нас в нашем крае уже есть ясность, какие предприятия, сколько предприятий пострадали. Да, как вы знаете, государством, правительством Российской Федерации определены сферы деятельности, в которых предприятия малого и среднего бизнеса, но и не только малого и среднего бизнеса, наиболее пострадали. Мы посмотрели по краю, сколько таких предприятий. Количество таких предприятий, порядка 14 тысяч предприятий оказалось. Из общего числа. Из общего числа, да, общее число, я напомню, где-то 52 тысячи, то есть, ну, получается чуть-чуть больше, чем одна треть. Какие сферы это в основном? Ну, те сферы, которые перечислило правительство, главное и основное, это, безусловно, туризм, гостиничный бизнес, сфера общественного питания, непродовольственные магазины, ну и там еще ряд других сфер. В данный момент какая помощь оказывается бизнесу? На сегодняшний день помощь идет как по линии федерального центра, так и мы краевыми своими мерами поддерживаем. Вы все прекрасно знаете, ну, первая мера это финансового характера, то есть, кредиты, да, под 0%, под заработную плату. Есть реструктуризация процентных платежей, так называемая, одна треть, одна треть, да, когда государство и банк, кредитная организация, две трети процентов может просто-напросто списывать для предприятий наиболее пострадавших. Есть по линии занятости ряд мер, которые принимаются, когда индивидуальный предприниматель, который потерял или прекратил свою деятельность, может подать заявление и получить пособие, да, 12-130. На краевом уровне, также через фонд развития, через фонд микрокредитования краевой мы реструктурируем кредиты для уже существующих, действующих кредитов, да, которые были взяты до коронавирусной инфекции в этом фонде. Также есть новые программы, которые, допустим, рефинансирование, где мы снизили процентную ставку, увеличили по объемам кредитования, рефинансирования, также удлинили срок, сделали максимальный срок погашения данного кредита. Максим Анатольевич, но вот при этом при всем многие предприниматели говорят о том, что мер недостаточно, прорабатываются ли какие-то дополнительные, может быть, меры поддержки бизнеса, новые меры? Безусловно, новые меры, вы прекрасно знаете, это налогового характера, то, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект о снижении налоговых ставок по УСН, это упрощенная система налогообложения, там есть два объекта налогообложения, это доходы, да, будет снижено с 6 до 3 и доходы минус расходы будут снижены до 8. То есть такой законопроект готовится. Дальше будем смотреть по отраслевому направлению, то есть по отраслевым, скажем так, решениям, скорее всего, пойдем, ну это, допустим, по линии туризма, это планируем, будем смотреть возможность субсидирования определенных вещей, то есть, в принципе, меры, конечно, безусловно, будут готовить. Вот мы уже по всей стране не раз слышали от бизнеса общества и от других людей, что вот даже те существующие меры поддержки для бизнеса, которые есть на данный момент, достаточно сложно бизнесменам получить и далеко не всегда получается. Вот в нашем крае как обстоят дела, вот что слышно от бизнеса общества? Ну, на самом деле, сказать, что да, наверное, может быть, есть определенные сложности в получении, но есть ряд условий, которые такие ключевые, да, которые определило государство. Ну, прежде всего, для малого и среднего бизнеса это необходимо быть в реестре, в едином реестре малого и среднего предпринимательства. Что это за реестр? Этот реестр, он делается, вернее, формируется на ежегодной основе, формируется в федеральной налоговой службе. То есть, у предпринимателя было право подавать декларацию, в которой он заявляет, что он малое и среднее предприятие, показывает свой доход, а также определяет, показывает свою среднесписочную численность. То есть, это такая была добровольная вещь, которую не все предприниматели, к сожалению, просто-напросто пользовались. Но сейчас правительство Российской Федерации, чтобы определить действующее, да, или там малое и среднее предприятие является ли ваша компания, оно использует именно этот механизм для определения. И вот здесь мы видим, да, что есть несколько такое, вроде предприятие действующее, да, вроде оно и, да, безусловно, наверное, платило налоги, но оно не является, не входит в данный реестр. Тогда здесь появляется уже такая коллизия, да, то есть оно по формальным признакам, ну, не может быть, допустим, не может использовать ту или иную меру поддержки. Что касается простоты получения, то, ну, вы, наверное, и вчера слышали, да, совещание президента, где глава налоговой службы достаточно, ну, в простой форме объяснил, что очень много различных сервисов, они достаточно просты, необходимо просто либо заполнить в электронном виде на сайте налоговой инспекции, либо в электронном виде прислать на различные почты, факсы, либо в бумажном виде принести документы в саму налоговую инспекцию. И тогда это будет обработано, и все необходимые меры поддержки будут выданы. Предоставлены. Да, предоставлены. Максим Анатольевич, спасибо, что этим утром нашли время, ответили на наш вопрос. У нас в гостях был Максим Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития предпринимательства Хабаровского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!